У меня раздроился аккумулатор, теперь продолжаю. Эта война будет продолжаться несколько месяцев. Я бы хотел, чтобы русские солдаты разошлись по домам, пока не погабило больше людей. Несколько тысяч украинских мирных жителей было убитых. Некоторые из них были преднамеренно убиты. Принимались люди уловки. Им обещали безопасный выход из Харькова, а затем обстреливали, когда они выходили из своих бункеров. Кто будет настолько слабоумным, чтобы доверять Путину? Он человек бесприменного вероятного. У президента вероятная рак или болезнь Паркинсона. У него уплощая лица от лекарства. Он может быть на стероидах, которые делают его гиперагрессивным. Раздавит Украину это вега. За цикленность он сходит у ума. Голова в фармакологическом тумна. Он окружил себя под холеями. На заседании Совета национальной безопасности было очевидно, что его более мудрые помощники, такие как Лавров, не согласны с его политикой. Лавров не дурак. И он знал, что эта агрессивная война объявляет дипломатическую катастрофу. Он не сделал вид, что согласен с Путиным. Если вы скажете Путину что-то, чего он не хочет слушать, вы потеряете работу. Умный лидер должен быть готов выслушать нежелательное. Санкции отобразовывают русскую экономику в 1909 годы в обнижении народа виноват Путин. Я не настолько наивен, чтобы полагать, что украинцы не абсолютная невинова. Жизнь не такая. Вероятно, никогда не было конфликта, в котором одна сторона была на 100% хороша и другая на 100% злой. С обеих сторон есть хорошие и плохие люди. У России есть спорные аргументы по ползу присоединения Крыма, Донбасса и Луханска к России. Так как это желанное большинство жителей этих регионов. Но эти вопросы должны решаться через обновленную нацию. Как в ОВСЕ договорились, Путин считает организацией объединенной нации буквально неноментной. Если вы не можете получить то, что вы хотите через объединенная нация, вы должны принять это. Путин говорит, что украинцы, которые не хотят быть угнетенными им и фашистами, это было смехотворное, если бы не было смехотворное, серьезно. Зеленский, еврей, как он может быть нацистом? Он носитель русского языка. И Путин утверждает, что русское решение подвергается дискриминации в Украине. Украина имеет право самостоятельно, но предает свою внутреннюю политику. Россия ревниво охраняет свое право распрояжаться своим внутренним делами. Украине только начало понижать рейтинг русского языка в ответ на русское вытверждение в 2014 году. Свет. Выключат свет. Справедливости ради есть украинские фашисты, только 2% голосов достаются ультранационалистам. Как тогда, как в России большинство голосов достаются ультранацистам, партия Единая России, либеральной демократии и коммунистам, и эти гипернационалисты и ириденции хотают, завоевают Украину, Грузию, Хазахстан и некоторые даже говорят о возвращении Аласки. Это преступное безумие. В 1900 годы были братские отношения между Украиной и Россией, такие теплые отношения могут быть восстановлены. Но Москва должна искренне признать независимость Украину. В 1994 году Москва подписала Будапештский меморандум об шаевище уважать территориальную ценность и национальную суверенитет Украину. В знаем Украину безвозмездно отдала свое ядерное оружие России. Это душерадающая трагодия, что дольше до этого. Уже убиты не менее 10 тысяч человек. Война будет усиливательная. Русская армия погрязла в бесславном походе. Города будет бомбардироваться до тех пор, пока они не превратятся в руины. К сожалению, невинные русские платят очень высокую цену за садизм и хрово-жадность своих воровачих правительств. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok